Красивая и современная доска почёта в центре нашего города привлекает внимание жителей и гостей муниципалитета. Портреты и имена у достойных чести быть занесёнными на неё запоминаются всем. Смотрите репортаж с торжественного приёма, посвящённому открытию обновлённой доски почёта. Общественное признание и пропаганда работы лучших, формирование позитивного образа тех, на кого стоит равняться, и моральное поощрение за самоотверженный труд – всего этого можно добиться, размещая портреты достойных славянцев на доске почёта. По доброй традиции, накануне праздника «Весны и труда» здесь появляются новые лица. Это люди, кто добился права быть в числе самых лучших, и они были приглашены на торжественный приём в администрацию района. Глава Славянского района Роман Сенеговский поблагодарил приглашённых за добросовестный труд и неравнодушие. Когда те люди, которые здесь присутствуют, будут у нас размещены на доске почёта Славянского района, и, наверное, вот благодаря вам, как я уже сказал, где-то объединяются коллективы, где-то развивается территория. Здесь присутствуют и врачи, и атаман наш уважаемый, и учителя, и батюшка даже присутствует приятно, мы руководители предприятий, те люди, кто занимается патриотическим воспитанием наших детей. Ещё раз говорю, благодаря вам многое получается. Я вас ещё раз поздравляю. Всего доброго. В нашем районе живёт много замечательных людей, которыми он может по праву гордиться. Каждый из них на своём рабочем месте работает на будущее муниципалитета. Сегодня вы недостойны такой чести, размещены на районных детских отчётах. Это, конечно же, вызывает гордость, прежде всего, у ваших родных, близких, у всех нас. Вы это действительно заслужили своим кропотливым трудом, целеостремлённостью. Вы сегодня маленькая леенда своих поселений. Спасибо вам, что вы есть, за ваш труд, за то, что вы снимаете социальную напряжённость, как сказал Роман Иванович, сегодня район один из лучших по социально-экономическим показателям. А это делают, конечно же, такие люди, как вы, рядом с вами. Здоровья вам, успехов! На доске почёта представлено 20 славянцев. Прозвучал рассказ о каждом из них. Здесь были врачи и преподаватели, труженики сельского хозяйства, промышленности, культуры, социальной сферы, коммунального хозяйства, казаки, священнослужители, предприниматели и активные общественники. Много самых добрых слов и пожеланий было сказано в их адрес. Славянские артисты подарили участникам приёма свои концертные номера. Всем приглашённым были вручены благодарственные письма и памятные подарки за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие района. В числе отмеченных был Вячеслав Бырский, атаман Сербинского хуторского казачьего общества, участник специальной военной операции. Я думаю, что заслуженные люди у нас в районе есть и в районе должны знать этих людей в лицо, как говорится. Накладывают определённые, конечно, обязательства работать ещё больше, работать сильнее, не покладая рук своих, поддерживать наших ребят, которые находятся на сегодняшний день в зоне специальных военных операций. Наши казаки там были, мы были участниками, я со своими казаками там был. Спасибо огромное за вашу поддержку. Каждый из этих людей своим трудом заслужил право быть в числе лучших, добившись профессиональных высот. Я хочу сказать большое спасибо, что поверили в мои силы и удостоили меня поместить на доску почёта. Своим примером я хочу показать и другим путь именно к достижению больших высот. И, конечно же, хочется пожелать, чтобы все верили в светлое будущее, мирное небо над головой, и понимали, что везёт только тому, кто много и целенаправленно работает. Благодаря таким людям идёт развитие города и района и улучшается наша жизнь. Славянцы и гости муниципалитета будут видеть фотографии самых достойных на районной доске почёта. Эти люди могут быть хорошим примером для молодёжи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События»